Звучит тревожный сигнал, всем отойти. На льду остаются только подрывники и никого больше. Там внизу почти 500 килограммов тротила, чтобы в мелкие кусочки разнести лед. Весенний ледоход в этом году, говорят специалисты, должен начаться уже вот-вот в первую неделю апреля. Важно сыграть на опережение, чтобы большая вода не добралась до поселений. Взрыв отгремел, Белый Яр может спать спокойно. Теперь на очереди Абаза и Таштыбский район, устье реки Джебаш. В зоне риска почти 2000 человек, более 750 участков. Взрывники, МЧС и муниципалитеты работают в команде. Ведь одним рыхлением дело не заканчивается. Мы ежегодно проводим рыхление льда перед паводком. Но не только взрывным способом, мы еще и чернением, и пилением. Ночью минусовая температура, днем плюсовая. То есть вот этот снег 13-го числа немножко нам подиспортил ситуацию. Но в целом вот это вот погодные условия, они благоприятны тому, что постепенно этот снег сходит. Пока на сегодняшний день у нас потопило 5 населенных пунктов. Но дома не пострадали, в основном это огороды. Пока ситуация стабильна, но спасатели все равно на чеку. В тайге много снега. Как только на улице установится хороший плюс – поплывет. Нужно постоянно следить за ситуацией, чтобы под воду не ушли таежные поселения. Наблюдать будут и с неба. В Хакасии с марта базируется авиазвено лесоохраны. А это более 100 человек. В поводкоопасный период к дежурству привлечено более 5000 человек и почти 1500 единиц техники. Однако населению еще раз напоминают, при возникновении ЧАЭС сразу звонить в службу 112. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС.